Привет, мои притоновские черепашки-ниндзя! После депрессивного обзора о суицидниках, моё мировоззрение пало на обзор более весёлой игры, от которой можно верить в человечество. И это обзор на Scratch and Melody. На самом деле, поводом для этого видео, это было то, что наша Russia даже не знает эту игру. Хвалят окошки беде унитаза и слово пацана. Хочу, чтобы эту игру знало больше людей, и чтобы автору донатили гораздо больше, чтобы он смог сделать игру быстрее. Вы по-любому видели какие-нибудь ритмы игры, где нужно постоянно тыкать на клавиши под музыку? Именно такие игры, как FNF Shkibidi Unitas, ASU, Криптовалюта, в этих играх надо иметь высокую наблюдательность и реакцию, чтобы попадание было... СИК! Недавно вышла демка такой же ритм игры с концепцией по рапу рэпер. На ПК. Бесплатно. Ключевое слово демка, потому что после третьей сразу же выйдет полная версия, платная к тому же. Ну и теперь уже можно начинать обзор. Scratch and Melody вышла от представителя американского рода LG Lephem Star и имеет в себе три демки. Версия 2021, 2022 и новейшая 2023. Суть этой игры, чтобы ты просто тыкал на кнопки и получалась песня. А так впервые игра появилась на Sage. Последняя демка имеет шесть играемых песен, а также обрезанную сюжетку, что для начала уже неплохо. Игра встречает нас обучалка, которую сопровождают профессиональные консультанты. Ну типа обучают, куда там тыкать, чем пердеть. Короче, когда линия станет синей, поет сначала противник, а потом мы должны петь, тыкая на доступные кнопки. Это можно понять по тому, как значок мелоди передвигается. Когда линия роза, вы подпеваете и можете тыкать любые кнопки так, чтобы это было складно. Две синие линии означает, что это полностью ваш куплет. Или врага. Наша самая первая песня и КАЦЦЕНА Нам дают возможность побегать по своему дому, но прибежав в зал, мы видим натуралов, которые обвиняют нас в порче имущества. После того, как мы обследовали весь наш дом, мы можем выйти и... Нам дают большую площадь, на которой вы можете бегать где угодно. Не совсем, конечно, но везде. Бегая по подолам, мы встречаем двух негросов, которые считаются нам как родственники. Завязывается Рыбчанский, и тут сразу же видно, что не для казуала. Первая песня, которая считалась как обучалка, была вообще для детей. А потом после этого идет сразу жесткая порка, потому что человек, не знающий эту игру, сразу обосрется. И пройдет эту песню, ну явно не с первой попытки. Не то, что с первой, он вообще в ужасе съебется. Ну, в общем, с какой-то там попытки я выиграл негров, а фиопы обиделись и ушли нахуй, а я дальше пошел. Насчет неигровых персонажей, с ними, конечно, можно поболтать, но о чем с ними разговаривать? Ну, вкинут они пару снесиков, типа, «Ебать, моя собака встала на две лапы и стоит так 40 минут». Общаться с ними даже и не обязательно, потому что они сюжетку даже не дополняют. Идя по сюжету, мы встречаем хиппи, которая противится тому, что мы идем на работу. Почему? Потому что она бесплатно бургер хочет. Завязывается рыбчанский 2 и вот это уровень. Если негросы были просто переполнены разными кнопочками, хиппи – это медленная, плавная музыка, на которой получить хотя бы B не сможет только двухпальцевый мутант-инвалид с Чернобыля. Но при игре вы замечали эти три значка. Они являются как индикаторы оценивания вашей оригинальности. Ритм – это счетчик, который будет увеличиваться за ритм песни. «Экспрессия» будет увеличиваться за то, что ты ремиксируешь песню и выдаешь что-то свое. «Послушание» увеличивается каждый раз за тем, что ты без выебства просто поешь песню. В общем, я поставил раком ваш этот хиппи-моддинг и могу идти дальше. Проскользив через камни и пробегав дальше, происходит катсцена с одержимой, которая опаздывает на свиданку. Хотя не, не опаздывает. Но это что она стерва и вообще не сравнима с ним. На что мелоди говорит утвержденно важную фразу. Сейчас, сейчас. В общем, они решили устроить ревчанские три на кухне и... Сука, почему все песни связаны с готовкой такие трудные? Эта песня, в отличие от других, слишком быстрая. Ну что это, твою мать? Я на С прошел! Мне стыдно! Я редан! Помогли мы, значит, ей приготовить сухариков и можем идти дальше. По канону нам нужно в бургерную, но есть одна пасхалка. Заходя в пиццерию Армстронга, мы узнаем факт о главном героине. Оно бесполое. Мелоди, договариваясь с Трикки, убеждает его, чтобы она, он, оно, подработало здесь и приготовило хотя бы один бургер. Ебать, да без бы. Клоун Трикки, который вообще считается как босс-файт, на деле ощущается как песик из Дарк Соулса, потому что особо чего-то сложного не дает. А для прошаренных здесь вообще выбить S легче легкого. Получив подпись, мы получаем кусочек сюжета, что оказывается нам не только здесь работать. Клоун намекает, что следующий акт будет связан с заводом. А пока можешь подойти к скамейке и трахнуть его. Подойдя к скамейке, на мобильник звонит мама и хочет узнать, все ли у нас хорошо. Теперь наша следующая цель это пригород Джеймвилла. Но идем мы не одни, а с африканцами. На этом демо заканчивается с титрами «Спасибо, что поиграли». А рядом со скамейкой две новые песни. Да че здесь думать. Милая ритм игра, которая ощущается как свежий глоток воды после заколебавшегося ФНФ. Прикольно то, что можно выдавать свои биты как в парапе, а не как в других ритм играх, где ты обязательно должен петь под уже выстроенную автором песню. Насчет нашей раши реально обидно, что никто даже не знает про эту игру. А внимание стоит, на почве американского хайпа пытаюсь влить эту игру в наш русский сегмент. И надеюсь этот эксперимент сработает. Единственное чего не хватает это свободная песня как в парапе. То есть если ты слишком хорошо поешь, то можешь петь и сам. Но возможно в полной версии этой игры мы это и увидим. Песни и музыка в этой игре слишком хороши, может быть стоят рядом с Dead Battle из ФНФ. Реально послушайте хотя бы титульную песню. Ну и в игре моддинг есть. А если что, я оставлю ссылку на эту игру, чтобы вы могли сами поиграть. Ее кстати нет на андроидах. Все, давайте всем пока. Говноеды мои, я иду отдыхать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok